Народный сход! Протесты в Европе набирают обороты. Пока европейские лидеры усердно трудятся на благо заокеанских друзей, рядовые европейцы с тоской и тревогой заглядывают в день грядущий. И то, что они там видят, оптимизма не внушает. Скорее вызывает протест. Который месяц в Европе идут протесты фермеров, которые терпят колоссальные убытки на фоне роста цен на горючее и демпинга со стороны Украины. Аграрии требуют от властей компенсировать издержки и принять меры для защиты отрасли. Однако европейские лидеры решать проблемы народа не торопятся. Зато выписывают очередной чек на 50 миллиардов евро для Киева. О европейском саммите элит и народном сходе в Брюсселе. О шантаже, угрозах и выброшенных на ветер миллиардах. Рассказываем в обзоре Белта. Европейский шантаж и одинокая миссия Орбана. Чем запомнился саммит элит в Брюсселе? 1 февраля в Брюсселе прошло сразу два саммита. На первом собрались европейские элиты. Они улыбались, произносили пафосные речи о солидарности и единстве, позировали журналистам для фото. Настроение было приподнятым, ведь главная цель саммита – выделение Киеву долгосрочной помощи на 50 миллиардов евро – все же была достигнута, пусть даже путем шантажа и угроз. Второй саммит, народный, проходил под открытым небом, прямо под окнами Европарламента. И его атмосфера была далека от торжественной. Участниками народного схода стали сотни разгневанных фермеров, которые на тракторах приехали в центр бельгийской столицы. «Мы вас кормим, а вы нас морите голодом!» – кричали люди. К середине дня площадь Люксембург перед Европарламентом заволокло черным дымом от костров, что лишь добавило мрачных тонов печальную картину европейской действительности. Главным итогом саммита ЕС в Брюсселе стало решение о выделении Украине 50 миллиардов евро. Это долгосрочная помощь, рассчитанная на четыре года. Договориться о финансировании Украины удалось со второй попытки. Первая в декабре 2023 года завершилась неудачей. Финансирование Киева заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Глава венгерского правительства выступал против спонсирования военных действий и настаивал на том, что деньги, выделяемые Украине, необходимо направить на решение проблем внутри ЕС. Европейские лидеры с Орбаном не согласились, однако отменить вето премьера не смогли. В итоге было принято решение встретиться через полтора месяца 1 февраля, чтобы еще раз проголосовать по вопросу бюджетной помощи Украине. В течение этого времени Брюссель искал способы обойти венгерское вето. В частности, шла речь о подготовке альтернативного проекта помощи Украине, правда, его перспективы выглядели туманно. Параллельно с этим европейские власти пытались надавить на венгерские власти. Дошло до откровенного шантажа. Шли разговоры о лишении Венгрии права голоса в ЕС, об ограничении финансирования и даже о плане подрыва венгерской экономики. Так, газета Financial Times, ссылаясь на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС, сообщила, что Еврокомиссия намерена обвалить курс венгерского форента и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, если Будапешт не пойдет на уступки в вопросе финансирования Киева. Кроме этого, согласно документу, Брюссель готов заявить о полном прекращении финансирования Венгрии, что неизбежно ударит по экономике страны и вызовет панику среди инвесторов. Венгерские власти изначально заявили, что не поддадутся давлению. Однако незадолго до саммита в Брюсселе Орбан сообщил, что проголосует за финансирование Украины, если Брюссель даст возможность пересматривать эту помощь каждый год. Венгрия готова участвовать в решении 27, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет, заявил премьер в интервью изданию Le Point. Накануне саммита Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Брюссель предложил Венгрии компромиссный вариант. В частности, предлагалось ежегодно в течение четырех лет проводить обзор помощи Украине, в ходе которого лидеры ЕС будут обсуждать, как выделяются и тратятся деньги. Однако при этом ни одна страна не сможет наложить вето на выделение средств. Вечером 31 января премьер-министр Венгрии отказался от ужина с лидерами ЕС. Вместо этого он отправился на встречу с фермерами, сообщала The Guardian. Лидеры не воспринимают голос народа всерьез, сказал Орбан, беседуя с аграриями. Утром 1 февраля перед началом саммита глава Евросоюза Шарль Мишель опубликовал фото с переговоров с Орбаном. За столом также сидели премьер-министр Италии Джорджа Мелани, президент Франции Мануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. На фоне улыбающихся коллег Орбан выглядел подавленно. Спустя несколько часов глава Евросовета сообщил о единогласном решении стран ЕС по выделению средств Украине. Все 27 лидеров согласились выделить дополнительные 50 миллиардов евро в рамках пакета поддержки для Украины из бюджета ЕС, заявил Мишель. Эти средства будут выблачены Киеву в течение четырех лет. То есть в среднем по 12,5 миллиардов евро в год. При этом ежегодно ЕС будет проводить утверждение бюджетных выблат Украине на основании доклада Еврокомиссии. В этом докладе будет содержаться анализ о выполнении Украины требований ЕС в сфере борьбы с коррупцией прав человека и прав меньшинств. Совет ЕС сможет утверждать и останавливать выплаты квалифицированным большинством голосов, а также вносить правки к плану на основании оценок и предложений Еврокомиссии. При необходимости через два года Евросовет предложит пересмотреть программу выделения финансовой помощи. Отмечается, что на ежегодном утверждении бюджетных выплат настаивала Венгрия. И в этом вопросе Брюссель пошел навстречу. По итогам саммита Орбан заявил, что выполнил свою миссию на саммите ЕС. Он сообщил, что средства из европейских фондов, причитающиеся Венгрии, не будут использоваться для финансирования Украины. «Средства Венгрии не окажутся в Украине, и у нас есть механизм контроля в конце первого и второго года. Наша позиция по поводу войны в Украине остается неизменной. Нам нужны прекращение огня и мирные переговоры», – написал Орбан в соцсети X. Очевидно, что премьер Венгрии даже при большом желании не мог витировать выделение 50 миллиардов евро для Украины, поскольку на кону стояли национальные интересы его страны. Брюссель в очередной раз доказал, что готов прибегнуть к любым средствам, вплоть до экономического и политического шантажа, ради достижения своих целей. Тем не менее, Орбан добился от Еврокомиссии принятия решений с учетом венгерских интересов. И он показал, что Венгрия способна отстаивать свои позиции, даже будучи в одиночестве против 26 стран ЕС. Возможно, ее пример станет мотивацией для других европейских государств, которые видят весьма сомнительные решения Брюсселя, но не решаются выступить против. Экономика на ИВЛ. Помогут ли Украине 50 миллиардов евро? А сейчас непосредственно о сомнительных решениях. Сумма в 50 миллиардов евро, конечно, звучит внушительно. Направь Брюссель эти деньги в аграрную отрасль, развитие зеленой энергетики в ЕС, борьбу с изменением климата в образовании, медицину, науку, словом, в любую мирную отрасль, и это, несомненно, стало бы удачной и благородной инвестицией. Однако Европа вкладывает эти деньги в войну, и сумма в 50 миллиардов евро резко обесценивается. На Западе подсчитали, что за полтора года с начала украинского конфликта Киев суммарно получил более 230 миллиардов долларов международной помощи. За это время Украина лишилась части территорий, провалила контрнаступление, украинская армия столкнулась с дефицитом оружия и снарядов. Зато практически в ежедневном формате мы слышали о коррупционных делах, в том числе в оборонной сфере. На фоне 230 миллиардов долларов сумма в 50 миллиардов евро несколько меркнет. Особенно если учесть, что эти деньги рассчитаны на 4 года. То есть в среднем Украина будет получать от ЕС по 12,5 миллиардов евро в год. И это при том, что помощь со стороны США больше не поступает. Конечно, и 50 миллиардов евро найдут в Киеве своего адресата. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал согласование финансовой помощи. Правда, тут же напомнил, что Киеву этого мало. Он посетовал, что Украина до сих пор не получила от ЕС обещанного миллиона снарядов, а также заявил о необходимости дальнейшего увеличения финансирования со стороны европейских стран. К сожалению, выполнение европейского плана предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов было отложено. Это еще один сигнал глобального соперничества, в котором Европа не может позволить себе проиграть, приводит слова Зеленского ТАСС. Президент Украины также отметил, что после согласования программы макрофинансовой поддержки в размере 50 миллиардов евро, Евросоюзу следует одобрить дополнительные взносы для помощи Киеву. На этот раз через Европейский фонд Мира, с помощью которого в первую очередь оказывается военная поддержка и идет подготовка солдат. Это должно быть не менее 5 миллиардов евро в год, на срок в 4 года. Это очевидный приоритет, озвучил Зеленский в свои запросы. Но рассмотрим, на какие цели официально должны быть израсходованы 50 миллиардов евро. Как сообщает украинское издание «Страна», большую часть этих средств придется отдавать. Только 17 миллиардов евро – это безвозмездные гранты. Средства на них планируется получить в том числе за счет процентов замороженных российских активов. Остальные 33 миллиарда евро – кредиты. Распределят средства так. 39 миллиардов евро пойдут в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. 8 миллиардов евро – это инвестиции для покрытия рисков в приоритетных секторах. Их будут выдавать через международные институты. Еще 3 миллиарда евро пойдут на техническую поддержку, в том числе на покрытие процентов по кредитам тому же Евросоюзу. И все это на 4 года. Напомним, бюджет Украины только на этот год верстался с расчетом на 37 миллиардов долларов внешних вливаний. То есть европейских денег на это не хватит. А США, которые могли бы добавить, пока не могут этого сделать из-за конфликта Байдена с республиканцами, что тормозит голосование по этому вопросу в Конгрессе. Кроме того, деньги Евросоюза выделены с определенными условиями. В случае их невыполнения ЕС оставил за собой право остановить эти выплаты, пишет страна. Как отмечал Орбан, экономика Украины подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Поэтому выделение 50 миллиардов евро – это не что иное, как обеспечение обанкротившегося украинского государства. Из вышесказанного делаем три вывода. Во-первых, Украина влезла в очередной кредит, который при этом не способен закрыть дыру в бюджете. Возможно, этих денег хватило бы на поддержание бюджета в 2024 году. Однако финансирование будет поэтапным, и сумма будет разделена на четыре года. Из этого следует второй вывод. ЕС в очередной раз выбрасывает деньги на ветер, в то время как страны-сообщества пытаются изыскать средства для решения внутренних проблем. И эти проблемы игнорировать больше не получится, о чем свидетельствуют костры под окнами Европарламента. А еще стремительный рост популярности правых партий, которые готовы потеснить нынешние либеральные элиты, не способные эффективно управлять страной. А ведь 2024 год в ЕС пройдет под знаком выборов. И, наконец, третий вывод. Миссия США по перекладыванию финансовой поддержки Украины на Европу успешно реализуется. Можно лишь удивляться тому, как мастерский Вашингтон взвалил бремя ответственности на плечи европейцев. И как безропотно Европа позволила набросить на свою шею ермо. Сигнал СОС. Как проходил народный сход под окнами Европарламента? Как известно, в 2022 году, после начала украинского конфликта, Еврокомиссия облегчила экспорт агропродукции из Украины, открыв так называемые линии солидарности. Дешевая украинская агропродукция хлынула на европейский рынок, начав вытеснять продукцию местных фермеров. Аграрии в странах Европы оказались на грани разорения. Параллельно с этим страны ЕС начали вводить санкции в отношении России. Запреты на импорт российского газа и нефти спровоцировали энергетический кризис, что в свою очередь привело к росту цен на топливо и удобрения. Решения европейских властей нанесли разрушительный удар по экономике стран ЕС. Одной из самых пострадавших оказалась аграрная отрасль. Поэтому сегодня фермеры требуют от правительства своих стран исправить ситуацию, запретить импорт дешевого продовольствия из Украины и компенсировать затраты фермерским хозяйствам из-за роста цен на горючее. 1 февраля в европейском квартале Брюсселя на акцию протеста собрались около тысячи аграриев. При этом не только из Бельгии, но и из других европейских стран. Колонны тракторов заполнили главные улицы и площади вокруг зданий с офисами ЕС. На площади Люксембург перед зданием Европарламента фермеры жгли костры и скандировали «Мы вас кормим, а вы нас морите голодом». Стоит отметить, что местные жители, несмотря на некоторые неудобства в связи с акцией, приветствовали протестующих. «Мы поддерживаем протесты фермеров, даже если они приводят к неудобствам каким-то. Мы солидарны с ними и выражаем им большое уважение», сказала корреспондент УТАС жительница Брюсселя Сара. Бельгийский фермер Шаль Альбер Дегради огласил послание лидерам ЕС. «Это сигнал СОС. Власти должны принять чрезвычайные меры в пользу фермеров. При нынешних ценах у нас низкий доход, меньше минимальной зарплаты», приводит слова фермера Евроньюз. Протестующие также высказались против принимаемых властями мер по борьбе с изменением глобального климата, которые ложатся дополнительным бременем на их хозяйство. «На самом деле нас просят умножить усилия и заплатить за это самим. Но нас и так заставляют много делать для сохранения природы. Мы не возражаем, но пусть кто-то другой все это финансирует. Это не мы должны покрывать расходы из зеленого бюджета», заявил бельгийский фермер Пьер Либрен. «Мы хотим перемен. Мы хотим, чтобы сельское хозяйство было защищено, а не разрушено», заявил The Guardian Оливье Дивалькинер из Федерации сельского хозяйства Волонского региона Бельгии. Когда аграрии попытались подойти ближе к зданию институтов ЕС, полиция преградила им дорогу. Начались стычки между протестующими и стражами правопорядка. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. В итоге премьер-министр Бельгии Александр Декроу, премьер-министр Нидерландов Марк Рюте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн все же встретились с представителями фермеров. По данным Евроньюз, во время переговоров фермеры потребовали от еврочиновников внести конкретные предложения по решению проблем, с которыми сталкивается аграрная отрасль. Однако в заявлениях официальных лиц конкретики было мало. Та глава Европейского совета Шарль Мишель пообещал запустить некий демократический процесс для обсуждения вопросов об усилении аграрного сектора. «Мы хотим воспользоваться моментом, чтобы объявить о нашей приверженности общей аграрной политике ЕС и запустить демократический процесс для обсуждения усиления европейского аграрного сектора, вопреки обвинениям в равнодушии», — заявил Мишель. Он также сообщил, что разработка краткосрочных мер поддержания фермеров уже началась. Тем не менее, чиновник не уточнил, о каких мерах идет речь. «Мы прислушиваемся к европейским фермерам», — заверила в свою очередь Урсула фон дер Ляйн. Она заявила, что фермеры могут рассчитывать на европейскую поддержку и что Брюссель тесно сотрудничает со странами-членами для решения проблем. Однако, судя по всему, если решение и будет найдено, то не скоро. Так, глава Еврокомиссии заявила, что меры по сокращению административной нагрузки на фермеров будут представлены для рассмотрения лишь в конце месяца, во время следующей встречи министров сельского хозяйства Евросоюза. Сколько времени потребуется для реализации подобных мер, если они все же будут приняты, фон дер Ляйн не сообщила. «Мы пришли, чтобы стать фронтом сопротивления». Кто поддержал протесты в Брюсселе? Акции протестов фермеров 1 февраля прошли не только в Бельгии. Во Франции фермеры перекрыли Елисейские поля, сгрузив на проезжую часть тюки с сеном, сообщает ТАСС. Массовые протесты аграриев проходят во Франции с середины января на фоне падения их доходов из-за инфляции и увеличения бесконтрольного ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины. Фермеры также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с политикой Евросоюза. Протестующие при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных ведомств. В Нидерландах протестующие на тракторах приехали на центральную площадь Дам в Амстердаме, чтобы выразить несогласие с планами Евросоюза по борьбе с изменением климата. Еще несколько десятков фермеров собрались у здания правительства в городе Арнемен. Они передали региональным властям петицию, в которой говорится о несогласии с европейскими климатическими мерами. Кроме того, мирные акции протеста прошли 1 февраля в Эрдене и Гронингене. В Португалии фермеры на тракторах перекрыли движение по нескольким трассам, в том числе на границе с Испанией. В протесте было задействовано около 400 тракторов. Аграрии требовали принять меры для поддержки сельскохозяйственного сектора. В Греции фермеры припарковали 300 тракторов у Международного выставочного центра в Салониках, где проходила сельскохозяйственная выставка «Агротика». Аграрии заявили, что новая единая сельскохозяйственная политика ЕС с сокращением субсидий, ростом издержек производства и недобросовестной конкуренцией со странами, не входящими в Евросоюз, вкупе с соглашениями о свободной торговле, убивает их отрасли. «Сегодня мы пришли, чтобы стать стеной, фронтом сопротивления, потому что это печально известное клише выражение, которое вы так часто слышите. О росте цен по пути от поля до полки убивает и нас, производителей, и вас, потребителей», заявил Евроньюз, вице-президент фермерской ассоциации Серис Янис Панагис. Неужели мы вышли из пячки? Протесты набирают обороты. Несмотря на обещания европейских властей принять меры по поддержке фермеров, акции протеста аграриев продолжились. Судя по всему, обещаниям Брюсселя европейцы уже не верят. В эти выходные протестные акции прошли в Греции, Нидерландах, Франции и Германии. Так, в субботу греческие фермеры блокировали дороги на севере страны. Они требовали от властей снижения тарифов на электричество для сельского хозяйства и более дешевого горючего, а также дополнительных субсидий. Греческие фермеры вывели 120 тракторов, заблокировав им автодорогу Салоники, Неамудания в обоих направлениях. Организаторы протеста заявили, что меры поддержки отрасли, объявленные ранее правительством, недостаточны. В Нидерландах выходные фермеры заблокировали несколько автотрасс. На некоторых дорогах протестующие жгли костры. Как сообщает ТАСС, недовольство фермеров связано с тем, что цены на производство растут, а закупочные цены в ЕС остаются без изменений. В том числе из-за дешевого импорта продовольствия из Украины. Кроме того, фермеры недовольны политикой ЕС в сфере сельского хозяйства, в результате которой они получают все меньше субсидий, но сталкиваются со все большим количеством правил и ограничений. Лидер голландского подразделения организации «Фермерские силы самообороны» Марк Ванден Увер заявил о подготовке национального дня протестов. «Неужели мы наконец вышли из спячки?» задался он вопросом в виде обращения к коллегам. По словам активиста, у движения накопилось много вопросов к нынешним властям. В Германии фермеры провели очередную акцию протеста в районе аэропорта Франкфурта на Майне. Протестующие организовали автопробег на прилегающих к аэропорту дорогах и блокировали несколько развязок. В акции протеста было задействовано около 2000 единиц сельскохозяйственной техники. Немецкие фермеры протестуют против отмены льгот для аграрной отрасли. Ранее правительство Германии в целях экономии бюджета приняло решение лишить фермеров скидок на дизель и налоговых льгот. На фоне протестов власти страны пошли на некоторые уступки. Так было решено, что льготы будут отменяться постепенно и не в полном объеме. Однако фермеры выразили несогласие и продолжили протесты. Массовая демонстрация в поддержку французских аграриев и против предоставления 50 миллиардов евро Украине прошла 3 февраля в Париже на Марсовом поле перед Эйфилевой башней. Протестующие вынесли большой флаг Евросоюза, который торжественно разорвали, а затем растоптали ногами под одобрительные выкрики толпы, сообщает ТАСС. Один из выступающих фермеров заявил, что Евросоюз на прошедшем 1 февраля саммите фактически купил Украину за 50 миллиардов евро на 4 года. Хотя, если она вступит, то загнутся все фермерские хозяйства во Франции и других странах ЕС. Тему несоразмерно большого на фоне фермерских субсидий транша для Украины поднял свои речи и организатор акции, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Макрон ничего не решит по поводу нечестного импорта из Украины, особенно мясо птицы, заявил Филиппо. Решает Евросоюз, и ему это известно. Вот и решили дать чек Украине в 50 миллиардов евро на 4 года. Это лицемерие. Он дает Зеленскому больше, чем получают помощи французские фермеры. Макрон между французскими фермерами и Зеленским выбрал Зеленского. По мнению Филиппо, несмотря на объявленные правительством Франции пакеты мер в поддержку фермеров, проблемы в отрасли не урегулированы. По словам политика, действующие в ЕС правила общего рынка запрещают аграрный патриотизм и протекционизм, поэтому единственным решением для французских фермеров должен стать выход Франции из Евросоюза. Филиппо пояснил, что проводят данную манифестацию, чтобы поддержать фермеров, которые не согласились последовать призыву Национальной Федерации профсоюзов фермеров о прекращении блокирования дорог и попыток прорваться в Париж. Проблемы остаются, и движение продолжается в Германии, Испании, Португалии, Бельгии и в других странах. «Паузу взять можно, но не на три же недели останавливает социальное движение. Я думаю, что много фермеров не захотят прекращать протест. Они уже договорились с семьей и друзьями насчет хозяйства и хотят продолжать блокировать дороги, осаждать Париж и продовольственный рынок в Рюнджи», – сказал политик. Между тем, к протестному движению в Европе готовы присоединиться латвийские и словацкие фермеры. Так в Латвии аграрии анонсировали акции протеста на 5 февраля. «Чаша терпения латвийских фермеров переполнена», – сказал председатель правления латвийской организации фермеров «Крестьянский Сейм» Юрис Ладдинш. По его словам, представители аграрной отрасли передали свои требования Министерству земледелия в начале ноября. «Поэтому у правительства было достаточно времени, чтобы отреагировать. Мы поедем в Ригу и останемся там до тех пор, пока не будет реального сдвига и принятия конкретных решений. Мы больше не допустим пустых обещаний и игнорирования наших требований», – предупредил Ладдинш. Глава словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты Эмиль Маха сообщил, что фермеры Словакии при координации с аграриями из Чехии, Польши и Венгрии готовы присоединиться к протестному движению в Европе. «Словацкие аграрии готовы, если мы скоординируемся с нашими партнерами по Выжеградской группе выйти на улицы», – приводит слово Маха ТАСС. «На улице выйдут не 50, не 100 и не 200 тракторов. Выйдут сотни тракторов». «В сельскохозяйственном секторе Евросоюза так называемая «зеленая политика» должна проводиться с умом без ущемления интересов фермеров», – отмечает Маха. Диктуемые ЕС жесткие экологические требования ведут, по его словам, к значительным финансовым потерям фермеров. Европейские власти проблемы в аграрной отрасли признают и даже обещают со всем разобраться. Возможно, в честь предстоящих выборов в Европарламент некоторые решения все же будут приняты. Однако действия Евросоюза в течение последних двух лет явно демонстрируют, что в сообществе больше нет стратегии по укреплению экономической безопасности. Осталась лишь стратегия саморазрушения. Разорвав связи с Россией, лишив себя дешевых энергоресурсов и огромного рынка сбыта, страны Евросоюза радовались, ведь они якобы избавились от зависимости со стороны Москвы. Однако тем самым Европа обрекла себя на новую зависимость – от США. И не только в экономическом, но и в политическом, и даже в военном плане.